Маломеров тут нет. Просто подозрительно, что у всех у троих все опаленные снасти. Ни у кого нет ни силикона, ничего нет. Ну так что, это не на дрочи же, ребята. Сейчас посмотрим. Нифига себе! Нифига себе! Вот здесь стоит яма. Вот мы сейчас стояли на яме. Вы что, имеете право на яме стоять? Но это не яма. Ямка, понимаешь? О! Ребята, это красиво. Вы поняли, да? Смотрите, какого красавца, он выпускает. Правда? Да. Ооо, о-о, о-о-о-о. Вот, друзья, смотрите на этот дрочабле. На каком основании пограничники, контролирующий Днестр На 52-м километре трассы Одесса-Рени пропускают маломерные суда в сторону Молдовы. Добрый день! Хотите обрезать? Зачем? Да не надо уже обрезать. Мы уже держим. А, Великобритатель, достаньте. Ого-го-го-го-го... Вот, друзья! Смотрите на этот водорочапль! Как Вас зовут? Я извиняюсь, Вы не представились, рыбоохранный патруль одесский Макарец Олег Михайлович. а как так а что неужели не хватает на жизнь а вот что надо рвать рыбу тем дрочами ну а что вы делать да мальдова уберите берем да вот туда вот он охренеть бляха муха но какими острыми вещами рвут рыбу судак да еще и маломер да я я я маломер нет скажите пожалуйста владимир вот ответе вот как так не нет но я же не вас дома снимаю не вашей квартире находимся на реке одессор со мной все увидят вас ну потому что мне вот людям хоть хочется понять что вами движет когда вы ловите на драча и вот на судакам судакам я мальчат четко видели что у вас был драч не включайте дурака пожалуйста не логили не делайте из нас дураку ну как не ловили можешь в воде был в воде был объясните вот объясните меня вот что вами движет вот людям интересно знать вот зачем это делать чёрт попутал чёрт попутал понятно чёрт попутал 11 800 садок два килограмма весит у нас все зафиксировано как человек сидел с ножницами хотел отрезать мы успели задержать этот процесс поэтому у вас колюще орудий лова раз и перелов два поэтому тут протокол по-любому и я не знаю какие проблемы есть давайте составляем что дайте папку дали что там нет у меня с собой а мы вот вроде по нормальному же ловили ну конечно по нормальному по нормальному ну и потом что у вас что случилось можете чувствовали с удара он пинт и как бы не это сам душево рынок ну рыба у вас как бы мы любишь к слове я на вас перелог усердно вот так все составляем составляем свои на сколько положен там суток и будет сколько там судов судаков 6 9 10 грей не одна штука ну 9 нужно 510 один раз снимать ну что мы опять возле тудорова друзья посмотрим что нибудь изменилось или нет середине наверно да да к серединке помните да вот тот вагончик где прошлый раз эти браконьеры сидели посмотрим что сейчас у нас такая ситуация что-то изменилось или нет вот здесь помните были да эти товарищи стояла их раньше сеть и молдаване поехали на лодке ты металлический украшенная машина стоит будик весной и так 15-20-15-20 вода не все живут вы здесь у него груд выходит прямо на реку шо пока тишина а ничего нет так скажите просто она драч сколько какая сумма штрафа задрать от 340 до 680 гривен да это же мелочь продали в на любую сетку тоже самое 340 680 просто все зависимости от иска какая сколько рыбы поймана понятно вот если 9 судаков это уже по 510 гривен а если в парке пазов то там еще чуть ли не два раза дороже 903 думать если увеличить штраф за незаконного родилова это как-то изменит ситуацию хотя бы раз в 10 ну в 10 это наверное сильно почему сильно потому что у нас люди как бы живут одним днем и не думают об следствии меня не поймают поэтому все будет хорошо тебя куда денется вот эта вся рыба тушим а это да да все от которых у нас есть договор с фирмами куда она на время до решения суда она находится в этих фирмах там сохраняется то есть получается после рейда это вся рыба будет собрана и согласно протоколу сдана этим этим фирмам правильно да мне дадут квитанцию я предлагаю квитанцию к протоколу что она вот она сдана это рыбам шо 5 форте не одного удара я такая так завуалируйте места понимаешь завтра здесь не было вот эти сотни рыбаков понимаешь которые все уничтожить хорошо чтобы сумму этого мы достались да вот ты же за природу конечно хорошо да чтобы никто не понял где вы стоите я понял вас вот она синяя веревочка смотрите уходит в воду это скорее всего сеть можно посмотреть по это самое по вы тут что буду бутылка молдавская поэтому наверняка сеть молдавская тоже пошла по чуть-чуть молдавская пива может 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 там даже еще одна есть это она да спасибо за подсказку так ну вот еще одна скорее всего сеть да 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 уходит веревка один тоже когда и да такая же самая веревка да есть тоже будет круто без сетки до граника на грабли пускай на пусту и грабли куплю храма я территорию а вот и сеть друзья это он с майами до 50 километров сороковка ну и слава богу лучше нет рыбы с река на через всю речку стоят вроде зажиточные люди но такие лодки тут и лодки такими сетями и парный театр и суда не совести полностью от берега до берега вот так от берега до берега друзья ого давай смотрите как красавица то есть раз достал перетрусил обратно и поэтому игру с такой шутка но до драколовки бреда вот это причальчики живет баконерчик с этими веревочками монстре специальный здрасте здрасте что не надо документы где мы узнаем что вы промысловик мы в курсе дела друзья какой можно сделать вывод безнаказанность порождает вседозволенность во первых отсутствует полностью контроль за запретом навигации на каком основании пограничники контролирующие днестр на пятьдесят тром километре трассы одессы рени пропускает маломерные суда в сторону молдовы тот факт что лодки там находится говорит о коррупции в державном прикордонной службе и других контролирующих органах во вторых у инспектора рыбохранного патруля должна быть камера для видеофиксации нарушений а также gps навигатор с привязкой к границам взимовальных ям чтобы реально фиксировать факт нарушения которые потом неоспорим в суде в третьих те штрафы которые существуют на данный момент за ловлю незаконными орудиями лова смешные поэтому браконьеры улыбаются нам в лицо но выход есть и о нем в следующей 6 части если видео понравилось ставим лайки подписываемся на канал обязательно пишите комментарии очень важно знать ваше мнение всем удачи всего хорошего пока